В Махачкале проходят мероприятия для старшеклассников и студентов, задача которых подготовить молодых людей к семейным отношениям. Эта программа реализуется в рамках проекта «Школа семейного счастья». Один из таких семинаров состоялся в гуманитарно-педагогическом колледже. В актовом зале собралось около 200 учащихся. Как все прошло, узнавал Хамзанур Магомедов. Готовка, да? Кто должен этим заниматься? Тренинг «Что следует делать мужу и жене». На сцене три доски с надписью «Муж, жена» и «Муж и жена». Ведущий задает вопросы, а студенты выбирают, кому в семье предпочтительнее заниматься тем или иным делом. Четырнадцатый. Уборка. Довольно стремительно, парни, отварда. Когда распадается семья, вот эти все обязанности, вот это дерево, оно высыхает. Вы представьте, что происходит с этой семьей, что происходит с ребенком, который растет там, где высохло вот это дерево жизни. Видите, большая часть обязанностей несут и муж, и жена вместе. Для студентов в этот день организовали насыщенную программу. Религиозные деятели и эксперты-психологи рассказали молодым людям о подготовке к семейной жизни и ответили на их вопросы, которые они задавали анонимно по телефону. Мне очень понравилось это мероприятие, так как оно было очень увлекательным и интересным. Многие поняли, что для нас важно будет в будущем. И мы, рассуждая об этом, понимаем, что в будущем в каких-то местах мы должны будем выступать парням, или девушке должны будут какие-то обязанности делать. И для нас это будет очень пригодиться, я считаю. Многие смогли найти ответы на свои вопросы. Некоторые порой боятся спросить об этом, но речь наших психологов, я думаю, во много помогла молодежи. Для растущего будущего поколения задуматься о том, что правильно и как им следует поступать в будущем. В ходе мероприятия студентам также показали социальный ролик на тему взаимоотношений с противоположным полом. Проект «Школа семейного счастья» получил поддержку от Федерального агентства по делам молодежи и реализуется в Махачкале на площадках учебных заведений столицы. Мы знаем, что сейчас западная культура навязывается молодежи, идет неправильная промывка мозгов. И в данном направлении этот проект очень актуальный, я бы хотел, чтобы на следующий год он более расширялся и охватывал наибольше по масштабам и так далее. На сегодняшний день, как я знаю, что более тысячи человек охвачено. Это и школы, и вузы, и СУЗы. Это прекрасная динамика. Это тот самый пласт, который мы должны подготавливать к будущей семейной жизни. Это доказательство того, что можно и нужно переходить от формальных мероприятий, такого галочного формата, к таким реальным форматам, где максимально плодотворно проходят мероприятия. И по лицам даже студентов было видно, как они с интересом слушают, что им нравится, что они получают пользу. И очень понравилась организация на высшем уровне. Мероприятия подобного формата, как отмечают организаторы, будут продолжаться. А главная цель – подготовить молодежь к будущей супружеской жизни. И сократить количество разводов в Дагестане.